Привет всем, вы на канале Резмитрий Ророшенко. На этой неделе встретились глава правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и глава правительства Республики Узбекистана Дулла Арипов. В результате данной встречи, переговоров были подписаны и пакеты документов в сфере образования, культуры, экономики. С одной из основных, которые интересуют граждан, например, Узбекистана, то это является соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней двух стран Российской Федерации и Узбекистана. То есть теперь не надо данные образования, то есть данные дипломы подтверждать на территории Российской Федерации. Благодаря этому соглашению, то образование, которое вы получили на территории Узбекистана, соответствующие дипломы, а также ученые степени и ученые звания, они подтверждаются Российской Федерации, данные дипломы, признаются на территории всей Российской Федерации. Также состоялось подписание соглашения о создании выставочного культурного центра на территории ВВЦ Российского выставочного центра. Кроме этого, на этой неделе Владимир Владимирович Путин обратился к правительству Российской Федерации и дал поручение, чтобы увеличить квоты для иностранных студентов. Напомню, что в этом году квоты составляют в пределах 15 тысяч, предлагается увеличить эти квоты до 50 тысяч, то есть в среднем в 2-3 раза. Данное поручение дано указанием президента Российской Федерации правительству, и необходимо увеличить получение образования на русском языке для иностранных граждан, а также тех соотечественных и выходцев из стран СНГ, а также других иностранных государств. Данная программа действует в рамках масштабного проекта, который называется «Экспортообразование», и проект этот рассчитан на несколько лет и будет завершен осенью 2025 года. Тем самым, к осенью, к сентябрю 2019 года правительство Российской Федерации должно представить проект по увеличению квоты студентов, то есть в 2-3 раза в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Я также думаю, что это очень актуальная информация для иностранных студентов из стран СНГ, а также при Балтике и других стран, которые хотят обучаться на территории Российской Федерации и получать здесь диплом, в том числе и ученые степени. Данная информация поступила на этой неделе. Посмотрим, какие будут приняты и какая будет программа представлена со стороны правительства, со стороны Министерства образования Российской Федерации. Будем за этой информацией следить. Всего доброго, успехов, подписывайтесь на канал. Внизу под видео есть значок «Поделиться», поделитесь видео, для того, чтобы узнали другие иностранные студенты, а также получать информацию о образовании в новом соглашении между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан и гражданами Узбекистана. Всего доброго, успехов.